Друзья мои, снова добрый вечер, Кейс Шарок. Сегодня у нас сразу три эфира, и все эфиры очень крутые, все эфиры полезные. Сейчас, прямо сейчас к нам выходит на связь Александр Левитас, известный российский маркетолог. Будем говорить о партизанском маркетинге. Александр, пока вас не вижу. Александр, добрый вечер. Добрый день, добрый вечер. Ну, у нас еще солнечный день, но у вас, как я понимаю, уже восемь. Нет, у нас восемь, но смотрите, закат, вы видите его, не видите. Да, мы с вами на закате сейчас встречаемся. Александр, вы в какой стране сейчас находитесь? В Израиле у себя дома. Ой, ну классно. Вы в Израиле живете? Я думала, вы в Москве живете. Нет, в Москве я часто бываю, как эксперт, как писатель. То есть приезжаю либо преподавать, либо консультировать, либо раздавать автографы на свои книги. Но живу я все-таки в Израиле. Вот видите, моя домашняя библиотека, вот она. Да, ну и знаете, мне кажется, это так классно, когда твоя домашняя библиотека на, там, я не знаю, 20% состоит из твоих же книг, да? Это же очень круто. Ну, по счастью, не настолько, так сказать, не настолько она у меня маленькая, чтобы состоять только из моих книг, но что, да, она, наверное, процентов на 10 состоит из книг моих друзей, знакомых, коллег. То есть полезно, когда в твоем круге общения много людей, которые пишут книги. Ну, я читала вот многие ваши книги, экспресс-маркетинг, да, потом, вот новая книга у вас вышла «Деньги на бочку», еще не читала. Да, вот она, вот две книги прошлого года «Убедили беру» и «Деньги на бочку». Круто. Александр, ну вот вы же придумали вообще вот это понятие партизанского маркетинга, да? Как вообще пришла эта идея в голову? Это же очень крутое понятие. Вообще, вот вы просто новый термин ввели для маркетологов. Ну, вы знаете, на самом деле это не я его придумал. Эту идею в свое время сформулировал мой учитель Джей Левинсон в 1983 году. Да, уже вот скоро 40 лет как, но он изначально это развивал в одном направлении, я пошел немножечко в другом со своими авторскими разработками, чтобы, ну, как это обычно бывает с любой научной дисциплиной, чтобы ее расширить, чтобы ее вывести на новые территории. Ну, вы, вот я думала всегда, что это вы, то есть придумали, да, потому что вот те методы, которые вы предлагаете, да, очень интересны. Там даже один из методов, я помню, там, на визитке, с одной стороны, мой, получается, там, мои данные, да, то есть мое имя Динара Саджан, там, мои данные, мой телефон. А с другой стороны, например, там, моя подруга, да, там, Элла Макатова и ее данные. То есть это такой вот как раз-таки вот один из ваших методов, да, профессионального маркетинга. То есть вот эти идеи, фишки, которые вы придумываете, вы их откуда брали? То есть из жизни? Смотрите, есть несколько источников информации. Первое – учишься и просто берешь инструменты, которым тебя обучают. Но тут, конечно, очень важно корректно ссылаться на того, от кого ты их получил. Иначе ты не эксперт, а просто плагиатор. Второе – это вещи подсмотренные. Когда ты видишь где-то одно решение, второе решение, третье решение, и за этими решениями тебе открывается метод. Ну вот как физик видит, как с дерева падает яблоко, потом он задумывается, что точно так же падает и камень, точно так же падает любой другой предмет, который мы подняли и отпустили. И он говорит, ага, наверное, есть какая-то сила, которая их притягивает к земле. Вот точно так же эксперт в маркетинге, увидев какое-то одно решение, второе решение, третье решение в разных сферах, в разных странах, в разные, может быть, века, говорит, это не просто случайно одно похоже на другое. Есть определенный принцип, который за всем этим стоит, и дальше ты просто выводишь этот принцип. Ну, например, вот недавно я рекомендовал своим читателям в период, когда магазины закрыты, когда кафе закрыты, ну, нет возможности ничего продать клиенту, клиент к тебе просто не придет. И с доставкой на дом ему тоже не нужно то, что ты продаешь, ну, то есть как сделать фитнес-клуб с доставкой на дом, как сделать маникюр с доставкой на дом, если тебе нельзя заходить в этот дом. Но можно продавать ваучеры, продавать сертификаты на будущую покупку. И когда мне говорят, Александр, ну вот, наверное, не вы это придумали, я, кажется, где-то это уже видел. Я говорю, да, 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 разумеется, это не я придумал. В VI веке до нашей эры древнегреческий философ Фалес из Милета использовал уже этот прием, то есть всего-то 2600 лет этот прием существует на рынке, но просто если вы его раньше не использовали, вот я вам объясняю, как его можно использовать именно в вашем бизнесе. Ну, это супер, кстати, потому что даже такое, казалось бы, вот просто несложное, да, вот несложный шаг для рестораторов, вообще для любого человека, да, кто занимается бизнесом, чем просто сидеть, ну, ты что-то сделай, да, то есть ты там создай эти ваучеры и продавай. Но нас сейчас смотрят, наверное, молодые люди, которые, возможно, вообще не знают, что такое партизаны, да. Почему вот партизанский маркетинг? Все очень просто. Это название пришло по аналогии с партизанской войной. Вот есть война тотальная, когда государство сражается с государством, у них есть танки, у них есть пушки, у них есть самолеты, боевые корабли, колоссальные ресурсы с одной и с другой стороны. А есть партизанская война, когда небольшой отряд, ограниченное количество людей и ни одного терять не хочется, оружия очень мало, новое взять негде, каждый патрон надо экономить, то есть танков, пушек нет, только ручное оружие. И понятно, что партизанская война ведется совсем по другим законам, совсем не так, как война традиционная. И точно так же в маркетинге, в бизнесе есть условные свои государства, то есть есть компании, у которых ресурсы, ну, наверное, сопоставимы, или даже, может быть, больше, чем государственный бюджет Казахстана. Вот простая иллюстрация. Проктор и Гэмбл тратит в год больше 10 миллиардов долларов только на рекламу. Ну, просто, чтобы было понятнее, вот ВВП Молдавии плюс ВВП Армении вместе взятые меньше рекламного бюджета компании Проктор и Гэмбл. И поэтому, когда Проктор ведет маркетинг, вот что называется, по Филиппу Коттлеру, они говорят, окей, сейчас мы пустим пару миллионов долларов на исследование. По итогам этих исследований мы пару-тройку миллионов долларов пустим на разработку продукта. Затем миллионов 10 долларов мы можем вложить в пробный запуск этого продукта. Ну, а там посмотрим, получилось или нет. Если нет, попробуем что-нибудь другое. А есть малый бизнес, малый бизнес, средний бизнес, который миллион долларов, ну, если где-то и видел, то только в кино про наркомафию. Когда чемодан денег передают, вот я когда-то был такой момент в жизни, вот довелось проверить, вот в чемоданчик такой, дипломат, помещается 100-долларовыми банкнотами примерно 2 миллиона долларов. Вот. Поэтому, когда Проктор говорит, ну, мы сейчас вот на разработку продукта пустим, скажем, 5 миллионов долларов, такую сумму вы даже в кино про наркобаронов тоже не видите, не говоря уже о том, чтобы ее рассматривать как свой бюджет. Поэтому нужны другие инструменты, другие подходы, другое отношение к маркетингу совсем не по Котлеру. Ну, важно понимать, я с огромным уважением отношусь к Филиппу Котлеру, то есть для меня это не просто имя на обложке, я знаком с ним лично, я у него учился. И, да, он подтверждает, ну, собственно, странно было бы, если бы он это не подтвердил, что маркетинг по Котлеру, маркетинг, как его преподают на программах MBA, это для больших. Это для тех, кто оперирует миллионами и десятками миллионов долларов, для тех, кто может содержать маркетинговый отдел либо нанимать маркетинговое агентство, а для малого бизнеса это не подходит, и для малого бизнеса с его скромными бюджетами инструменты партизанского маркетинга подходят гораздо больше. Это даже Филипп Котлер признает. Ну, это очень круто, что вы вообще придумали такое понятие, ну, то есть как-то его развили, распространили, и мы вот о партизанском маркетинге знаем только вот от Левитаса, да? И, кстати, сегодня и вчера вы должны были быть в Нур-Султане. Да, так и... У вас должны были пройти семинары. Вот я, кстати, собиралась к вам на семинар, в итоге, видите, мысли материализуются, в любом случае я сейчас с вами веду прямой эфир. У вас должны были пройти в Риксусе два семинара, как увеличить прибыль быстро за 28 дней, да? И второй тренинг про бизнес-процессы. Вот сейчас мы находимся, честно говоря, в кризисе, да? И понятно, что если даже кто-то зарабатывает, продает там сертификаты, онлайн-продажи, все равно это не те деньги, которые были до коронавируса, да? Вот как сейчас увеличить прибыль, как вообще вот просто быть в этом процессе, да, остаться в процессе зарабатывания денег? Ну, смотрите, давайте сразу разделим все компании на две категории. Те, кто может нормально сейчас действовать, ну, я не очень представляю себе ситуацию в Казахстане, но я подозреваю, что она похожа на то, что мы видим в Москве, похожа на то, что мы видим в Израиле, когда фитнес-клубы закрыты, кинотеатры закрыты, торговые центры закрыты, самолеты не летают. И поэтому у нас есть две категории бизнесов. Первая категория – это те, кому сейчас можно работать как обычно. Это любая доставка, это интернет-магазины, это аптеки, это продуктовые магазины, то есть все те, чья работа по большому счету не изменилась. То есть они как до карантина работали, так могут продолжать. И для них, в принципе, все обычные маркетинговые инструменты, в том числе и то, о чем я пишу в книгах, в том числе и то, о чем я рассказываю на семинарах, можно продолжать использовать как обычно. Ничего принципиально не изменилось. А с другой стороны, есть компании, которые не могут сейчас вести свою обычную деятельность, ну, как тот же фитнес-клуб, например, или как тот же ресторан. И вот эти компании тоже нужно разделить на две категории. Первая категория – это те, кто может под ситуацию подстроиться. И вторая категория – это те, кому нужно просто пересидеть. Вот нечего делать, только пересидеть. Ну, например, вот, допустим, у вас кинотеатр. Вы не можете организовать доставку фильмов на дом, вы не можете перестать показывать кино и вместо этого начать торговать масками. Вы просто вешаете большой замок на дверь и ждете, пока карантин закончится, а на этот период минимизируете свои издержки. Единственный, наверное, рабочий инструмент, который позволяет в этой ситуации, ну, скажем, тому же кинотеатру, деньги зарабатывать – это продажи сертификатов на будущие билеты, обновленников на будущие билеты, то, что мы с вами сегодня уже упоминали. Вторая категория – это те бизнесы, которые могут как-то подстроить свою активность. И вот им нужно использовать несколько достаточно простых, в общем-то, стратегий. То есть первая стратегия – это прийти к клиенту. То есть если я раньше работал, вот я сижу у себя в магазине, клиенты ко мне приходят, что им нужно, берут, сами уносят, ну, ближайшие несколько недель, возможно, если не повезет, то и пару месяцев, такой возможности не будет. Но я могу начать интернет-торговлю, я могу начать использовать активно курьерскую доставку, я могу, если у меня есть клиентская база, если у меня люди делают покупки по своим каким-то карточкам, и я знаю, кто что покупал, я могу с ними связаться, сказать, слушай, у тебя, наверное, уже вот это заканчивается, вот это заканчивается, вот это заканчивается, «Давай я тебе привезу». Вторая стратегия – это адаптация своего продукта под то, что нужно рынку сейчас. Ну, наверное, самый простой, самый понятный пример, один из моих клиентов занимался пошивом всякого разного на заказ, ну, такой швейный ателье, возможность заказать какую-то вещь индивидуальную, возможность заказать какие-то малые партии, ну, и тут, понятно, замок на двери, клиенты не ходят. У него есть швейные машинки, нитки, ткани, есть люди, которые умеют шить, он быстренько переключился на маски карантинные, и эти маски у него разлетаются, вот только успевая отгружать. Ну, вот я тоже самое, кстати, сделала, я же занимаюсь 10 лет продвижением казахстанских дизайнеров, у меня и свой бренд одежды есть, и мы еще где-то в середине марта, когда вот предчувствовали, что что-то надвигается, да, я понимала, что платье шить вообще не, ну, то есть не имеет смысла, да, мы приостановили производство, я сказала, давайте переключимся на маски, вот наш конструктор разработала классную маску, мы сшили эти маски, хотя меня многие обвиняли в том, что вот какая вы бесстыжая, шьете маски, мы сначала подарили эти маски людям, которые продолжают работать, да, и, конечно же, продавали, потому что это действительно дефицитный как бы товар. Я вот, например, свою маску уже полтора месяца ношу, и спокойненько в ней хожу, там, за продуктами, да. Я надеюсь, что вы ее стирать не забываете. Я ее стираю каждый день, вот если я вышла, ну, в смысле, я не каждый день выхожу, если я выхожу за продуктами, я пришла, то есть перчатки, маска, то есть, знаете, новый формат жизни, да, новый лук, скажем. Это классно, да, что кто-то может, там, если, вот, например, у меня цех, мы можем, там, переквалифицироваться. А если, хотя, вот, кстати, я вижу, что многие рестораторы, кто вот все равно борется с этим кризисом, да, то есть они на доставке работают, но самый простой способ – это все-таки повесить замок на двери, да, и пересидеть. Но мне кажется, что если ты хочешь продолжать жить, тебе нужно просто сейчас, ну, переквалифицировать свой бизнес в онлайн, да? Смотрите, на самом деле, ну, вот возьмем тех же рестораторов. Я подозреваю, что сейчас те из них, кто работает на доставке, они не факт, что шикуют. Ну, кто-то, наверное, лучше, кто-то хуже, но, например, что... Какие-то деньги они зарабатывают. Какие-то деньги они, конечно, зарабатывают, но, смотрите, вот здесь есть определенная логика. Я сейчас кратко объясню. Если кто-то хочет подробнее, у меня недавно в моих соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке была публикация на эту тему, вот как перестроить свой бизнес в текущей ситуации. А, кстати, давайте устроим заодно такую акцию, розыгрыш моих книг среди тех, кто нас смотрит, слушает. Вот, видите, в моей книге книга «178 способов продаж», книга «120 способов быстро поднять прибыль», книга «230 способов заработать больше денег». Вот эти три книги с автографами я разыграю сегодня среди тех, кто на меня в ближайший час подпишется в Инстаграме либо в Фейсбуке. Просто вот подброшу монетку, чтобы выбрать Фейсбук или Инстаграм, не глядя, ткну пальцем в кого-то из подписчиков за последний час или два, и этот человек, когда я до Казахстана, ну, если этот человек не из Казахстана, то просто по почте отправлю, если из Астаны, из Нур-Султана, то привезу и лично с автографом вручу, когда будут семинары летом, в июле. В июле, да? В июле же вы же приезжаете, да, Нур-Султан? Насколько я помню, это должно быть 18-19 июля, но давайте я вам даже сейчас точнее скажу. Давайте. Это круто, что вы даете такой шанс, потому что я считаю, что сейчас самое время, вообще проиграет любой, кто не учится. Проиграет. Я каждый день выхожу в прямые эфиры, Александр, вы не поверите, у меня уже по три эфира. Раньше у меня был один эфир в день, теперь потом два, теперь три эфира. То есть я сама понимаю, что мне нужны сейчас новые знания, новые мысли, новые какие-то интересные идеи, да, и вот благодаря таким людям, как вы, ресурсным, да, которые как-то вот визионерски вот видят будущее, да, предчувствуют. Это очень круто. Какого числа вы будете? Вот, 18 и 19 только не апреля, а июля я прилечу в Нур-Султан и проведу запланированные семинары, ну вот просто на несколько месяцев позже, с учетом всей этой карантинной суеты. Я очень надеюсь, что к этому времени самолеты уже продолжат летать. Да, я знаю, что билеты можно приобрести на сайте levitas.kyz, друзья, поэтому вы можете зайти на сайт levitas.kyz и приобрести билеты. А я разыграю на своей странице два билета на ваш семинар, окей? С удовольствием. Вы книги разыгрываете, я ваши билеты. Давайте поговорим о билетах с маркетингом. Позвольте, я просто продолжу буквально минуту про рестораторов. Раз уж я начал, я подзываю, что нас слушают в том числе и владельцы ресторанов и кафе. Смотрите, вот простая вещь. Ну, я очень коротко принцип объясню. Подробнее можно найти у меня в Инстаграме. Смотрим, что у нас есть, какие ресурсы, какие люди, какие компетенции. Говорим, окей, то, что я делал вчера, я сегодня делать не могу. Что другое я могу сделать с теми же знаниями, навыками, инструментами, материалами? Вот, соответственно, у ресторатора, у него есть повар, кухня, запас продуктов. Что он может сделать, кроме как вот красиво кусочек мяса и две картошины выложить на большую красивую тарелку, добавить веточку розмарина, капнуть три капли бальзамика? Можно, например, перейти в режим кулинарии. Потому что, вот представьте, я сейчас веду с вами эфир, и, допустим, я через полчаса пойму, что я хочу есть. И то ли я скажу себе, о, я могу сейчас позвонить в ресторан, и мне через час, еще через час привезут готовую еду, и мне, чтобы нормально наесться, придется взять, ну, хотя бы две порции, то есть, там, допустим, первое и второе, или, там, горячий и салат. Вот, и мне это обойдется долларов в 20-30, как минимум. То ли я пойду на кухню, поставлю кастрюлю на огонь, брошу в нее спагетти, пока они варятся, открою баночку тунца, и через 5-6 минут у меня уже есть горячая еда. Да. Вот 9 раз из 10 я, очевидно, буду выбирать быстренько что-нибудь себе приготовить. Сэндвич сделать, макароны, сварить картошку по-быстрому запечь. Что может сделать ресторатор? Ну, давайте договоримся, что с точки зрения затрат времени и сил одну куриную грудку в духовке запечь или 5 килограммов куриной грудки в духовке запечь, разницы особой нет. То есть повар тратит на это примерно одно количество сил и времени. Да. И если бы рестораны, вот те, в которых я привык, те, чья карточка у меня есть, те, кто мне иногда присылает письма, там, Александр, поздравляем вас с днем рождения. Если бы эти рестораны мне написали, Александр, вот мы готовы вам раз в неделю привозить еды на неделю, чтобы вам не нужно было готовить, а достаточно было ее разогреть. Вот там 4-5 видов блюд и привозим сразу по килограмму. Куриной грудки сразу по килограмму. Картошки сразу по килограмму. И чтобы это была не ресторанная цена 15 долларов за порцию, а чтобы это была цена кулинарии, то, в принципе, я бы, скорее всего, согласился, потому что я в этой ситуации стараюсь лишний раз из дома не выходить, но вот рады, что во дворе спортом заняться немножко, чтобы не слишком деревенеть, пока я на карантине. И поэтому мне было бы очень удобно, если бы у меня еда была готовая в холодильнике, чтобы я ее за 2 минуты мог в микроволновке разогреть и был готов обед или ужин. То есть вы предлагаете поработать ресторатором с клиентской базой? Сделать две вещи. Во-первых, поработать с клиентской базой, и, во-вторых, продукт предложить для клиентской базы удобной, более дешевой, более подходящей к ситуации. Но если мне сейчас кто-то скажет, кто-то наверняка сейчас из рестораторов сидит и думает, ага, Левитас, какой ты умный, на одну куриную грудку с двумя картошными я могу вот такую наценку сделать, а на еду по цене кулинарии наценка будет вот такая. Это правда. Но когда ты мне продаешь сразу килограмм куриной грудки, то вот эта вот наценка, умноженная на объем покупки, она тебе все еще дает хорошую прибыль. Да. То есть эконом-продукты не обязаны быть низкомаржинальными, они могут быть для вас же выгоднее, выгоднее, чем дорогой продукт, который покупают редко. Поэтому если у какого-то ресторана не догружена кухня, большую часть времени простаивает персонал, простаивает оборудование, можно включить режим кулинарии. И я не удивлюсь, если вы на этом заработаете больше, чем на обычной доставке. Ну, это очень крутое предложение. И вообще вот классно, вот для чего нужны маркетологи, да, на которых экономят абсолютно все компании, да. То есть считают, что, ну, там, маркетинг, реклама. То есть человек может открыть крутой ресторан, там, я не знаю, вложить деньги в мебель, я не знаю, там, в посуду, да, привезти классного повара и взять какого-нибудь там маркетолога, выпускника, там, я не знаю, человека без опыта и все. Или же вообще не брать маркетолога, да. То есть вот расскажите нам, как важно иметь в компании или же даже не в компании, на фрилансе маркетолога, который тебе будет подсказывать вот такие креативные, интересные идеи. Ну, смотрите, на самом деле все чуть-чуть сложнее или, наоборот, чуть-чуть проще. То есть кто-то в компании должен обладать маркетинговыми компетенциями. Для малого бизнеса это часто, собственно, сам владелец. То есть если мы говорим про бизнес, который прям вот совсем маленький, у них просто нет бюджета на то, чтобы добавить еще и штатную позицию маркетолога. Но кто-то в компании все равно маркетингом должен заниматься и в этом случае, как правило, это сам владелец. То есть он должен читать хорошие книги по маркетингу, он должен посещать какие-то обучающие мероприятия по маркетингу, чтобы хотя бы базовыми инструментами маркетинга овладеть. Ну, я, естественно, естественно, в первую очередь порекомендую свои книги. И, кстати, господа, я напоминаю, мы с Динарой сегодня разыгрываем набор моих книг среди тех, кто подпишется на меня, пока идет наш прямой эфир. Когда мы завершим трансляцию, я выберу случайно кого-то из подписавшихся сегодня, и он получит эти книги в подарок. Так вот, есть мои книги, есть книги других авторов, которые пишут о малобюджетном маркетинге, о маркетинге для малого бизнеса, тот же Джей Левинсон, тот же Игорь Манн и так далее. И, соответственно, книги и семинары позволяют самому владельцу бизнеса хотя бы базовыми инструментами и хотя бы базовым уровнем маркетингового мышления владеть. Когда компания растет, когда уже владельцу некогда заниматься всем-всем-всем-всем, когда он уже должен сосредоточиться на управлении бизнесом. Ну, вы понимаете, на старте часто владелец, он же продавец, он же грузчик, он же кассир, он же уборщик. Да, и он же маркетолог. Он же маркетолог. Но постепенно, точно так же, как постепенно руководитель отказывается от работы уборщика, от работы грузчика, в какой-то момент и от работы кассира, вот точно так же, в какой-то момент он неизбежно должен от работы маркетолога тоже отойти и найти кого-то, кто в этом разбирается, ну, хотя бы не хуже, а по возможности лучше, чем он сам. И тогда это либо консультант на фрилансе, который время от времени дает какие-то рекомендации, ну, вот я в таком режиме работаю со многими компаниями, либо это, ну, уже для более крупных компаний внешнее маркетинговое агентство, либо по мере роста компании это штатный маркетолог, а на каком-то этапе даже штатный отдел маркетинга, где уже внутри этого отдела идет деление на стратегию, планирование, каналы, бюджеты и так далее. Ну, это очень ценный совет для многих, потому что я сегодня, я работаю на телевидении уже почти 20 лет, я знаю, что вы занимались российскими телеканалами, вот мы об этом сейчас с вами поговорим, я разговаривал с коллегами, и мне все коллеги говорят, на 25 процентов увеличилось сейчас телесмотрение, да, то есть доля просто растет, но при этом реклама упала, то есть это очень странно, да, ты понимаешь, что все на карантине, активность в социальных сетях сейчас выросла, да, даже у меня, вот я смотрю свою статистику, там охваты просто нереальные, но при этом, как бы люди экономят на рекламе, на маркетинге, то есть как людям, вот если ты понимаешь, что сейчас люди смотрят телек, люди сейчас активно в социальных сетях, значит тебе прямо сейчас нужно не страдать, а просто заниматься продвижением своего бренда, своего продукта. Ну, беда в том, что если ты не знаешь, как это сделать, то самое умное, что ты можешь сделать, это не делать ничего, потому что если ты идешь не в ту сторону, твой бюджет просто сгорает, то есть те люди, которые не дают рекламу, они, как правило, не дают ее не потому, что они не верят, что реклама нужна, а потому что они пробовали, обожглись, пробовали тут, обожглись. Ну, например, вы говорите, что выросло количество просмотров у телепрограмм, да, но вопрос, кому нужно идти на телеканалы? В первую очередь, это FMCG, это товары массового спроса, то есть почему у Проктора и Гэмбла бешеные бюджеты именно на телерекламу? Просто потому, что стиральный порошок покупают все, зубную пасту покупают все, бритвы покупают практически все мужчины, ну и, насколько я понимаю, почти все женщины. И в результате, если я хочу продать свой товар в каждый дом, как стиральный порошок или как средство для мытья посуды, то требуемый охват мне может обеспечить только телевизор. А вот если у меня, например, свадебный салон, то я не знаю, отобьется ли реклама на телевидении, потому что покажут ее всем, деньги с меня возьмут за то, что показали всем, а какой процент девушек в этом месяце выходит замуж? Ну, явно даже не один процент от всего населения Казахстана. То есть, я деньги заплачу за сто процентов, нет, даже не так, я деньги заплачу за сто процентов населения Казахстана, из них грубо процентов 15-20 девушки брачного возраста, и из этих 15-20 процентов, дай бог, сотая часть планирует свадьбу вот уже в ближайшее время. То есть, в итоге я заплатил за вот такое количество просмотров, а вот такая часть из них для меня действительно полезна, а все остальное деньги на ветер. Поэтому нужно понимать, кто твои клиенты, нужно понимать, в каких каналах они есть, и нужно понимать, как в этих каналах до них достучаться. То есть, да, понятно, сейчас большая часть людей младше 50-ти так или иначе находятся в соцсетях, но все равно надо понять, а в какой соцсети именно мои люди, а в какой соцсети они не просто присутствуют, а находятся в том состоянии, когда они готовы услышать мою рекламу, а как мне себя этим людям презентовать. И вот это нужно понимать, прежде чем ты расстегиваешь кошелек и платишь за рекламу. И либо это понимаешь ты сам, либо это должен понимать твой маркетолог, неважно, штатный маркетолог или консультант. Смотрите, даже возьмем простейшую вещь. Я подозреваю, что если зрителей нашего эфира сейчас спросить, скажите, а что такое маркетинг вообще, за что отвечает в компании маркетолог? Вот давайте предложим людям сейчас написать в чате, если мы увидим этот чат. Друзья, вот очень простой вопрос. За что в компании отвечает маркетолог? Как бы вы это сформулировали одной короткой строчкой? За что в компании отвечает маркетолог? Мое мнение, он отвечает за продажи. То есть он должен что-то такое придумать уникальное, чтобы это подняло твои продажи. Потому что без маркетинга я сама, можно сказать, сам себе маркетолог, я знаю, что если я свою вещь не сделаю модной и не сделаю ее такой суперинтересной, то она не будет продаваться. Смотрите, тут на самом деле есть один подвох. В чем он заключается? Если за продажи отвечает маркетолог, то за что тогда отвечает продавец? Ну, то есть согласитесь, что-то здесь не происходит. Продавец для меня он на финише, то есть он должен классно обслужить и ну, то есть я не знаю, там оставить супер впечатление, чтобы человек потом вернулся. да, но если за продажи отвечает маркетолог, то почему премию за высокие продажи получает продавец? То есть что-то здесь немножечко не сошлось. Так вот, если спросить меня, Александр, вот в двух словах, маркетинг это вообще про что? Маркетинг это про увеличение прибыли. у вас уже есть какой-то бизнес, он как-то работает, какие-то деньги он уже приносит, какие-то продажи у него уже есть. Но когда в работу включается маркетолог, прибыль, чистая прибыль компании должна вырасти. Она может вырасти за счет роста продаж. Она может вырасти за счет маржинальности. Один из моих любимых кейсов это кейс, который визуально выглядит как эпик фейл. То есть у компании снизилось количество клиентов и снизилось количество заключенных сделок и снизился оборот. Ужасно, да? Да. Но при этом выросла чистая прибыль почти в полтора раза. Причем сделали мы очень простую вещь. Мы с клиентом провели тестирование цены и просто поняли на какие товары цену можно поднять и подняли цену. Грубо говоря, раньше человек покупал свой товар на оптовой базе за 100, продавал за 120, из этих 20 платил зарплату продавца, аренду, коммуналку и так далее, рекламу оплачивал, все из этих 20. И оставалось ему, ну, допустим, 3. И когда мы подняли цену товара со 120 до 125, то ему с одной продажи стало оставаться не 3, а 8. То есть почти в три раза выросла прибыль с одной сделки. Но при этом более дорогой товар стали покупать меньше и поэтому количество сделок снизилось, но количество чистой прибыли, которую в конце месяца владелец бизнеса клал на свой банковский счет, выросло в полтора раза. Это тоже маркетинг. Это тоже маркетинг, хотя кто-то может сказать, что это экономика. Но маркетинг это еще и бизнес-процессы, налаживание бизнес-процесса, потому что как-то все, это же такая целая цепочка, когда все работают на одну цель. Потому что это действительно обидно, когда ты что-то классное придумал, а твои продавцы просто уже взяли и потеряли клиента, которого ты просто принес ему на блюдечке. здесь я наверное не соглашусь, то есть бизнес-процессы это некая отдельная совершенно тема. Вот у вас например есть бизнес-процессы в швейной мастерской, вот если у вас кто-то платье шьет, то у него есть некая технология работы, как он нитку в швейную машинку заправляет, как он строчку проводит, чтобы она была ровная, как он ткань загибает, подрезает, то есть это все некая технология, если ее нарушить, платье будет некрасивым, его не захотят купить, либо его придется отдать. Это просто испорченные материалы. Вот, и то, как каждый делает свою работу, и то, как действия одного, второго, третьего, четвертого работника выстраиваются в правильную технологическую цепочку, вот это вот бизнес-процессы. И неважно, говорим ли мы про бизнес-процессы на складе, в мастерской, в торговом зале, в отделе маркетинга, или даже бизнес-процессы управленческие, или бизнес-процессы в бухгалтерии. Есть определенная логика, которая должна работать во всех этих случаях. во-первых, должна быть простроена правильная схема работы бизнеса в целом. То есть, владелец бизнеса должен четко понимать, как все должно работать, как оно должно между собой взаимодействовать, и должен организовать работу людей согласно этой схеме. То есть, первичная схема, часто она у владельца в голове, но продуктивнее ее вынести на бумагу. На бумагу, в компьютер, чтобы можно было потом кому-то эту бумагу передать, и человек мог бы взять на себя роль организатора вместо владельца во всем бизнесе или в отдельных подразделениях. Затем, когда у нас есть общая схема, когда мы понимаем, что должно быть сделано, важно объяснить работникам, как это должно быть сделано. То есть, на каждый вид работы у нас либо должна быть инструкция, как тебе это сделать правильно, либо должна быть какая-то технология оценки того, что человек это уже и так умеет. То есть, я никогда не слышал, чтобы сварщика учили настройки, как правильно работать со сварочным аппаратом. Предполагается, что в ПТУ или в техникуме он это все уже освоил, но чтобы мы были уверены, что он все делает правильно, мы его должны проверить при найме, убедиться, что он правда умеет работать на том уровне, который нас устраивает. Дальше, нам нужно наладить контроль, то есть, мы должны быть способны проверить, что каждый человек и каждое подразделение в целом делают то, что надо, так, как надо. И затем у нас должны быть еще два элемента нашего пазла. Это инструменты, но вы понимаете, если вам надо копать, например, котлован под фундамент здания, в принципе, это можно сделать столовыми ложками, но лопатами будет быстрее, чем ложкой, экскаватором будет быстрее, чем лопатой. Мы должны понимать характер работы и объем работы, и мы должны подобрать инструменты, максимально подходящие под нашу ситуацию. И, наконец, мотивация. Нам недостаточно объяснить людям, что надо делать, нам еще важно, чтобы они сами хотели делать свою работу хорошо и правильно, даже если я им в этот момент не дышу в ухо. И вот когда у нас собрался пазл, есть отлаженная схема того, как все должно работать, есть инструкции, есть инструменты, люди замотивированы, мы снабдили их правильными инструментами, и мы их замотивировали делать то, что нужно, и мы контролируем то, что все делается как надо. Вот в этот момент мы говорим, ага, у нас получилось отладить бизнес-процессы в компании. Сейчас как раз есть время для того, чтобы проанализировать вообще свои бизнес-процессы, что у тебя идет не так, и переписать свою стратегию своего бизнеса, где маркетингу нужно отнести, отвести такое большое время. Давайте спросим у наших подписчиков, которые сейчас смотрят наш эфир, вообще используете ли вы, я уверена, что у многих есть бизнес, какие бюджеты вы тратите на маркетинг, и как правильно инвестировать в маркетинг, потому что маркетолог может сказать, давай сюда, давай у блогеров закажем рекламу, давай таргет запустим, и все, все будет хорошо, мы увеличим свои продажи. Динара, давайте только сразу договоримся об одном маленьком нюансе. Давайте разделим бюджет на маркетинг и бюджет на рекламу. Давайте. То есть бюджет на маркетинг это когда специалист по маркетингу вам исследует рынок, исследует клиентов, исследует конкурентов и говорит с чем вам нужен этот рынок выйти, какое предложение нужно сделать, до какой аудитории нужно это предложение донести, в каком канале скорее всего эту аудиторию мы найдем. И вот то, что мы тратим на эту работу это бюджет на маркетинг. Когда после этого мы приняв решение, что мы например идем к блогерам в инстаграм и заказываем у них рекламу, чтобы они рассказали о своем опыте использования продукта и например дали какой-то промокод как подарок от своего имени, вот с этого момента кто-то садится и начинает стучаться к блогерам, говорит здравствуйте Динара, мы бы хотели вас привлечь в рекламе нашего продукта, вот на каких условиях мы могли бы это сделать. И когда вы говорите ну вот я обычно беру за публикацию вот столько денег, вот это уже бюджет на рекламу, это уже не тот бюджет, который пошел на маркетинг, это уже бюджет, который пошел на размещение. Ну я обычно даю, то есть если ко мне выходит такой рекламодатель скажем крупный, я люблю годовые рекламные контракты, мы сразу прописываем стратегию, я становлюсь чуть ли не вообще сотрудником этой компании, потому что я участвую во всех их активностях, то есть я становлюсь таким адвокатом бренда, амбассадором, то есть я, конечно, прям включаюсь в процесс, но это я, потому что я знаю, я сама бизнесмен, я знаю, как сложно зарабатывать деньги, да, и что каждой тенге, которую ты вкладываешь в рекламу, ты хочешь, чтобы тебе вместо одного тенге пришло там тысяча или десять тысяч тенге, да, да, ну смотрите, пишут, у нас просто 10 минут осталось, об маркетологов наших очень сильно обожглась несколько раз, не доверяя, много слов на полдороги бросали, что скажете? Ну, смотрите, я не знаю, о каких маркетологах идет речь, но в принципе, да, не каждый, кто себя маркетологом называет, действительно хорош в своем ремесле, но есть в принципе достаточно простые вещи, которые можно протестировать, чтобы понять, понимает ли человек, что он делает. Да. Ну, вы знаете, чтобы не занимать время эфира слишком сильно, давайте договоримся, я сегодня где-то в пределах получаса, часа после эфира просто выложу в Фейсбук, Инстаграм и Вконтакте публикацию, как оценить идею маркетолога. Вот приходит к вам маркетолог, ваш, штатный, внештатный, или просто приходит человек и говорит, здравствуйте, я вот директолог, давайте я в директ ваш бюджет задействую, заработаете 100 миллионов. Какие вопросы ему задать, чтобы понять, стоит, не стоит? У меня есть достаточно длинный чек-лист, я просто опубликую его у себя и люди смогут зайти на мой аккаунт прочитать. Ну, если совсем коротко, буквально в двух словах, человек должен как-то внятно обосновать свое решение, показать вам, почему он пришел именно к таким выводам, именно к таким цифрам, и очень важно понимать, с чем он сравнивал этот вариант. Если он хочет миллион ваших ТНГ отправить, например, в рекламу в директе, а с чем он ее сравнивал, почему он уверен, что в директе будет лучше, чем, например, на телевидении или в газете, или, скажем, в таргетивной рекламе в фейсбуке. Важно, чтобы человек всегда мог обосновать в том числе и с цифрами в руках свою позицию. Второй момент. Безопасность метода. Вот почему я такой адепт партизанского маркетинга, почему я всегда говорю, неважно, вы маленький, средний, большой, используйте партизанский маркетинг, это безопасная технология. Ну вот смотрите, если вы, например, идете в телевизор, вот с какой суммы с вами вообще, ну даже вот не в Америке, не в России, в Казахстане относительно небольшой стране, не топ-10 крупнейших стран мира, с какой суммы с вами начнут разговаривать? Ну, если говорить о рекламном сюжете, это где-то миллион тенген. Ну, согласитесь, что для многих бизнесов это слишком опасно, вот потерять миллион тенге и обнаружить, что это не привело клиентов, не угадали, не смотрят наши клиенты телевизор, так бывает, все, весь миллион сгорел. Согласитесь, для многих компаний это просто будет финансовый крах. Да. Они просто не могут столько денег потерять. А теперь представьте себе, я говорю, вот друзья, если у вас сейчас не получается делать продажи, продавайте сертификаты на будущую покупку. Начните с того, что вы свяжетесь по телефону или по электронной почте или по скайпе с сотней ваших нынешних клиентов. Предложите им, купи у меня сегодня за 10 тысяч тенге сертификат на любую покупку на 12 тысяч тенге, ну, начиная вот с момента снятия карантина. И если люди захотят, то мы им просто вот на принтере печатаем эти сертификаты обязательства, печать компании, подпись первого лица и отправляем им эти сертификаты. Допустим, эта идея себя не оправдала. Мы 100 человек обзвонили, ни один не купил. Наши риски? Ноль. Ну, мы потратили полдня, мы какое-то количество денег потратили. хоть что-то сделали, хоть что-то, чем просто лежать на диване и ждать, когда закончится карантин. Конечно. Ну, вот я хочу именно сфокусироваться на моменте риска. Риск практически отсутствует. Даже самый маленький бизнес может себе это позволить. И если это не сработало, ну, это не страшно. Да, вы потратили полдня, вы сделали, страшно сказать, 100 звонков, вы это переживете. И из-за этого можно хоть каждый день новые инструменты партизанского маркетинга тестировать в вашем бизнесе. и если что-то сработало, ура, продолжаем это делать, вот если мы сделали 100 звонков, 30 сертификатов продали, значит, теперь мы сделаем еще 200 звонков. Если опять получилось, мы сделаем еще 500 звонков. А если не получилось, мы просто говорим, окей, эта идея для нас не сработала, давайте попробуем какую-то другую. и поэтому там, где бизнес, работающий на больших бюджетах, ну вот как в случае с миллионом на телесюжет, вынужден сперва тщательно обдумывать, могу ли я себе это позволить, а какие шансы, что получится, а что я буду делать, если не получится, в партизанском маркетинге просто нет этой проблемы. Пробуешь одно, другое, третье, пятое, десятое, то, что получилось, оставляешь и продолжаешь пробовать двенадцатый, семнадцатый, двадцатый. Очень крутой совет, Александр, вы просто вот прям сейчас, я думаю, многих воодушевили, да, многим просто, вот я сейчас читаю, все пишут спасибо, супер идея, реально многие, вот просто, казалось бы, это же самое легкое, да, у кого-то есть СРМ-система, да, где вообще просто не надо даже там, ты просто написал сообщение и разослал. Нет, много, желал. Или у кого-то, у вас много подписчиков, то есть, точно так же, сделал публикацию, друзья, я предлагаю вам, забыл, то есть, мне, конечно, гораздо проще, потому что у меня аудитория еще классная, я люблю очень своих подписчиков, и поэтому стараюсь тоже быть очень полезной, мы все друг друга, знаете, у меня такая аудитория, мы у нас взаимовыгодное телесмотрение. Александр, спасибо вам большое, мы ждем вас 18 июля. Да, с удовольствием, и, друзья, напомню, мы с Динарой разыгрываем набор моих книг сегодня, еще есть возможность успеть подписаться на меня в Фейсбуке и Инстаграме, и через где-то полчаса, чтобы вы все успели, я выберу случайно одного из подписчиков, и он получит три моих книги, в которых собраны полтысячи советов по маркетингу. Я тоже хочу, но я, когда вы приедете в июле, я у вас... Когда я приеду, конечно, с удовольствием. Александр, спасибо вам большое. Друзья, подписываемся на Александра Левитаса прямо сейчас, через полчаса Александр обещал нам написать пост, как взять на работу правильного маркетолога, и проведет у себя розыгрыша, разыграть свои книги, поэтому я думаю, что будет очень продуктивно для каждого из нас. Александр, мы ждем вас в июле. В июле, да, ждем ваших подписчиков, наших зрителей 18-19 июля на моих семинарах в Риксос, в Нур-Султане. Да, билеты можно приобрести на сайте levitas.kiz Да, Александр? Спасибо вам большое, Александр. У меня сейчас будет еще один эфир с профессором МГУ, доктором психологических наук, Тахером Юсуповичем Базаровым. Будем говорить о лидерстве, о воспитании детей, поэтому тоже присоединяйтесь к нам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я сохраню эфир. Я, кстати, друзья, все эфиры сейчас сохраняю и буду публиковать у себя на Ютьюбе, поэтому подписывайтесь на мой Ютьюб-канал. Ну и до встречи. До встречи в июле. Увидимся в июле. В Нур-Султане. Спасибо большое. С нами сегодня был Александр Левитас. Всего доброго.